Козероги, доброго вам времени суток! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и в данном видео хочу вам предложить Тароскоп на ноябрь 2018 года. По традиции карты вам покажут общие тенденции месяца, а также какие события наиболее вероятного у вас отыграются в сфере работы, финансов, личной жизни, в плане здоровья. И карты дадут вам совет, как наиболее продуктивно провести вам данный месяц. Работать я сегодня буду со стимпанк Таро. Работаю, как вы знаете, как на прямых, так и на перевернутых арканах. В среднем колоде их здесь соотношение 50 на 50. Карты так сами ложатся в момент компоновки колоды и тасовки арканов. Итак, хочу вам напомнить, что расклад выполняется для широкой аудитории. Он не может однозначно проиграться абсолютно для всех, а именно потому что знак Зодиака у вас один, а асценденты у вас абсолютно разные. Поэтому смотрите и по знаку Зодиака, и по асценденту. Сопоставляйте и смотрите, по какому знаку у вас проигрывается. Итак, общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы? Что вас ожидает в финансах? В плане здоровья? Личной жизни. И совет от карты. Ну, давайте смотреть. Итак, на общей тенденции месяца. Перевернута четверка Пентакли. Ну, что здесь могу сказать? Плюшкины вы мои. Страсть у вас идет к накопительству. Либо в финансовом аспекте, да, здесь решение каких-то финансовых проблем. Возврата долгов. Либо в целом желание, знаете, отложить что-то на черный день. Если это касается личной жизни, то это карта собственника, либо собственницы. Такая вот даже какая-то маниакальная ревность. Нежелание что-то менять или отпустить ситуацию. То есть вот мою и все, и никак иначе. Вот то, что будет над вами, скажем так, давлеть в течение этого месяца. В плане работы у вас здесь падает девятка кубков. Замечательный аркан. Потому что здесь работа как праздник. Работа в удовольствии. Если вы на текущий момент безработный, то либо это самодостаточное бытие и работать вы не стремитесь. Пока вас все устраивает. Возможно, вы отдыхаете в целом от предыдущей работы. Если вы здесь наемный работник, либо у вас в бизнес. Работа, которая приносит радость, приносит удовольствие. Либо какой-то идет творческий, душевный подъем. Когда действительно хочется ходить на работу. Хочется что-то развивать, вкладываться, к чему-то стремиться. В плане финансов. Перевернутая луна, могу вам сказать так. Здесь у вас будет то густо, то пусто. Приток финансов непостоянный. Деньги есть, но почему-то они у вас здесь утекают сквозь пальцы. Ну вот, собственно, то, что здесь у вас и происходит. Это может быть с целью погашения долгов. Либо какие-то кредитные обязательства, которые вы должны будете погашать. Но по карте сила, деньги у вас будут. И вам это по плечу. Поэтому даже если у вас есть долговые обязательства денежные, то вы совсем здесь справитесь. Переживать вам по этому поводу не стоит. В плане здоровья. У вас здесь падает перевернутая двойка мечей. Как правило, двойки не всегда указывают на двойственность. То есть ситуацию застоя. Либо когда вас может беспокоить работа парных органов. Чаще всего перевернутая двойка мечей указывает на проблемы с почками и мочевыводящей системой. Поэтому, пожалуйста, особенно девочки, следите за собой. Не простужайтесь, не сидите на холодном. Не наживайте сами себе проблемы. С позиции личной жизни. Перевернутая четверка мечей. Ситуация активных действий. Выход из ситуации застой, стагнации или одиночества. Поэтому, если вы на текущий момент были свободны. Здесь есть перспективы наладить свою личную жизнь. С кем-то познакомиться. Если же на текущий момент вы в отношениях, то здесь какие-то активные действия, которые могут быть направлены на улучшение, скажем так, качества вашей жизни в паре. Потому что карта дурак. Видите, карта нового этапа, новых возможностей, желаний, как дать новый стартап вашим отношениям. Либо в целом их обновить. И вот девятка жезлов. Вы смотрите, как это нужно сделать. Да, вот вы как бы отстранились. Смотрите, что нужно сделать для того, чтобы разжечь огонь, разжечь ваше пламя. Ну и с позиции совета. Туз жезлов. Ну что же, давайте смотреть. Сопоставлять с тем, что у вас здесь происходит. Во-первых, для девочек наших это может проиграться как ситуация зачатия. Будьте внимательны. Для мужчин тоже ситуация зачатия. То есть, да, вы можете зачать ребенка с кем-то. Поэтому, если вы к этому не стремитесь, будьте крайне аккуратны, предельно осторожны. В целом же, туз жезлов. Карта большой энергии, большого потенциала, новых возможностей, перспективных, продуктивных перемен. Сам по себе аркан, который говорит о том, что вот, есть новый этап, беритесь, хватайтесь за этот момент. Вот за что бы вы ни взяли, все будет получаться. Энергии у вас достаточно в этом месяце. Я бы даже сказала, я бы хоть отбавляю. Поэтому вам не нужно перед чем-то пасовать, чего-то бояться. У вас есть для этого все задатки, чтобы свернуть горы. Более того, сам по себе аркан, он говорит о том, что будьте решительны, будьте инициативны. Если хотите наладить личную жизнь, познакомиться с кем-то, да, вот новое знакомство, флирт, решайтесь. Да, может быть, вы столкнулись с некоторыми трудностями. Однако, собственных сил вам окажется вполне достаточно, чтобы справиться с ними. Ну, к тому же, очень вероятно, что у вас найдутся толковые помощники и советчики. Потому что, по тузу жезлов, это в целом поддержка высших сил. Поэтому месяц у вас достаточно продуктивный. У вас всего лишь два старших аркана, и то они касаются области финансов. То есть, в основном будет значима финансовая сфера жизни. А нет, простите, у вас еще в личной жизни старший аркан дурак. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на финансы, на личную жизнь. И пусть у вас проиграются только благоприятные перемены. Вот таким для вас вышел расклад. Для тех, кого интересуют мои индивидуальные консультации, либо обучение, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну, а я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ива Лехцер. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok